В эфире телекомпания Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я Татьяна Захарян. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите Шесть миллионов евреев погибли за годы существования гитлеровского режима. 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. В одной из квартир обычной одесской многоэтажки с наступлением отопительного сезона появляются странные пятна. Еврейский геноцид стал одним из крупнейших массовых преступлений в истории человечества. В Германии и на оккупированных территориях гитлеровский режим уничтожил 6 миллионов евреев. По инициативе Организации Объединенных Наций 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Слово «Холокост» переводится с древнегреческого как «всеобщее сожжение». Евреи применяют и другой термин – «шоа» или «катастрофа». Масштабы геноцида стали ясны в самом конце Второй мировой войны, незадолго до полного разгрома Третьего рейха. 27 января 1945 года советская армия освободила нацистский концлагерь Освенцим или Аушвиц на территории Польши. За пять лет нацисты уничтожили здесь почти полтора миллиона заключенных, из них более миллиона евреев. А были еще Бухенвальд, Заксенхаузен, Треблинка, Собибор и другие лагеря в разных странах Европы. Был и киевский Бабий Яр. Это называлось окончательным решением еврейского вопроса или созданием свободного от евреев жизненного пространства. Расовой чисткой Европы непосредственно руководил глава СС Генри Гиммлер. Он лично инспектировал лагеря, чтобы удостовериться, насколько эффективно разработанная им технология уничтожения несовершенного человеческого материала. Так нацисты именовали всех, кто не принадлежал к высшей расе. Расстрельные команды работали до последнего дня. Трупы сжигали или наскоро закапывали. И все же отступающие гитлеровцы не успели ликвидировать все следы своего преступления. Массовые казни еврейского населения в конце 41-го года происходили и в оккупированной Одессе. По традиции, траурная церемония памяти жертв нацизма состоялась на мемориале в Прохоровском сквере. Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 2006-го года. Каждый раз 27 января к Одесскому мемориалу приходят дети и внуки, расстрелянных и сожженных гитлеровцами одесситов. Представители еврейской общины зажигают поминальные свечи. Погибло 6 миллионов евреев. То есть практически 2 трети еврейского населения Европы было уничтожено. Только лишь потому, что эти люди были еврейской национальности. Я думаю, что подобные трагедии больше не должны происходить в мире. Для этого мы должны помнить об этих событиях, изучать историю и делать все, чтобы будущие поколения знали, помнили и никогда подобные ошибки не повторяли. Для меня этот день, лично для меня, это как бы маленькая победа. И слезы, и радость. Радость, потому что наконец-то мир видит и ценит, и понимает ту трагедию, которая произошла с нашим народом. И слава Богу, что сегодня мы можем так вот собраться и все вместе вспомнить людей, которые погибли только за то, что они были люди. Только за то, что они были евреями. Межнациональная рознь и конфликты остаются печальной реальностью. Убийства на этнической почве совершаются чуть ли не каждый день. Если человечество пока не может положить этому конец, стоит чаще оборачиваться к прошлому. Туда, где остались 60 миллионов жизней людей разных национальностей, погубленных гитлеровским нацизмом. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания КРУХ. В течение 2014-2015 годов МИД аннулировал 230 дипломатических и служебных паспортов, как бывших, так и нынешних чиновников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Соответствующие службы, Государственная пограничная служба и Украинское бюро Интерпола уже проинформированы относительно недействительности дипломатических и служебных паспортов Украины, указанных ниже граждан. В списке оказались в основном соратники беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и лица, занимавшие при нем высокие должности. В частности, такие персонажи украинского политикума, как бывший вице-премьер Сергей Арбузов, харьковский губернатор Михаил Добкин, бывший министр юстиции Елена Лукаш. Среди известных одесситам фамилий в этом списке можно найти нардепов Алексея Гончаренко, Сергея Кивалова и бывшего председателя Одесского облсовета Николая Пундика. Мажоры создают аварийную ситуацию на заснеженной дороге, вынуждают жертву уступать им дорогу. В социальных сетях появилось видео, в котором молодые парни на авто-вип-класса Mercedes-Gelentwagen устроили ночной дебош на улицах Одессы. На видео видно, что ради развлечения они выискивают автомобиль жертву и, используя спецсигнал, вынуждают уступить им дорогу. Если же водитель транспортного средства, которому не посчастливилось стать целью ночных хулиганов, не реагировал, то водители пассажира джипа устраивали погоню, создавая аварийную ситуацию на скользкой от снега дороге до тех пор, пока жертва не подчинялась. Отметим, что сами юные мажоры записали и выложили в сеть свое ночное приключение. Более того, они не побоялись и сами засветиться на видео. В кодексе правил дорожного движения предусмотрено умышленное создание аварийной ситуации. Этот вид правонарушения влечет за собой не только штраф в размере от 340 до 850 гривен, но и лишение водителя прав управлять транспортным средством. Мистический случай в обычной одесской квартире. А вот уже несколько лет с невероятным постоянством на потолке здесь проступают загадочные пятна. Возможно, разгадка тайны заключается в том, что пятна появляются сразу после наступления отопительного сезона. На техэтаже, расположенном аккуратно над квартирой людей, все время протекает кран, регулирующий подачу горячей воды. Вот одно пятно, вот смотрите, все вдоль стенки до самого угла, вот пятна. Вот под люстры черное пятно. Илья Григорьевич, проживающий на верхнем этаже 16-этажного дома по адресу Пицха-Карабина, 4, демонстрирует черные-желтые потеки на потолке собственного жилья. Как говорит мужчина, стоит наступить отопительному сезону, как в его квартире чудесным образом начинают проступать загадочные пятна. Впрочем, возможно, разгадка кроется этажом выше. На так называемом техническом этаже расположены многочисленные трубы и коммуникации, в том числе отвечающие за подачу тепла. Дело в том, что когда жители дома поняли, что с наступлением отопительного сезона тепло в их квартирах так и не наступило, они вызвали мастеров местного ЖЭКа, 6 ЖКС Черемушки. Те оказались настоящими мастерами своего дела и быстро обнаружили течь. Протекал кран, регулирующий подачу горячей воды по трупам. К делу ремонта они подошли со всей ответственностью. Чтобы вода не текла, на пол чердака подставили ведро. А когда ведро переполнилось, мастера вылили эту воду прямо на пол чердака. Начальник ЖЭКа и его помощник, как он сказал, по жалобе жителей дома, занимались отоплением. Где-то воздушные пробки были, там все это. На тех этажах есть кран. То есть нужно было слить воду? Да, они сливали воду, занимались этими всеми мероприятиями. И они, сливая воду, они выливали эту воду на пол тех этажа. В результате в квартире на 16 этаже вода стала течь не только с потолка, но и струится с люстры. Тогда Илья Григорьевич снова обратился в ЖЭК. И, о чудо, на его зов откликнулись. В следующий день опять уже потекло опять с люстры. Получается так, что кран течет, протекает, не течет, а протекает. Ведро полное, с ведра, с ведра, да, поставили они там ведро, с ведра на пол, с пола в квартиру. К слову сказать, введенные разводы появляются в квартире действительно не в первый раз. В прошлом году точно такие же мокрые пятна проступили после подачи тепла в многоэтажный дом. Тогда, как вспоминает Илья Григорьевич, работники ЖЭКа приложили все усилия, чтобы поменять злополучный кран. Другое дело, что усилия у них оказались какими-то слабенькими. Ибо вроде как новый кран чудесным образом протекает не хуже старого. То есть все смотрится так, словно никто ничего здесь не делал. Между тем Илья Григорьевич прекрасно помнит, как одалживал ЖЭКовцам собственный инструмент. В прошлом году, когда меняли кран, у них почему-то не нашелся нужный инструмент. Я ездил по городу, собирал инструмент, чтобы привезти им и чтобы все это сделали. Когда в очередной раз ранним утром мужчину разбудило тихое журчание воды из люстры, он снова вызвал ставшим такими родными за годы мастеров ЖЭКа. На вызов пришел сантехник. Вернее, пришел, увидел и ушел, не найдя на чердаке никаких неполадок. Молодой человек прошел, вернулся обратно, а там уже ничего не течет. Уже ничего не течет. А на следующий день в 6 часов утра, в 5 часов утра, жена разбудила то, что опять с люстры идет вода. Поднимаясь наверх, ведро полное и так далее. Странный, однако, отопительный сезон в этой квартире получается. Если сверху Илью Григорьевича стабильно затапливает, то батареи, наоборот, стабильно остаются холодными. Во всяком случае, греет только одна, остальные по причине воздушных пробок остаются ледяными. Но, кажется, это нашим коммунальщикам тоже неинтересно. После подписания президентом закона о разгосударствлении СМИ, казалось, вот, наконец, наступают времена по-настоящему свободной прессы. Канут в лето уездные князьки, диктующие местным газетам, как и что отображать на страницах изданий. Оказалось, что на самом деле все не так просто. Например, в Арцисском районе Одесской области у местной многотиражки теперь весьма туманное будущее. Коллектив газеты «Арцисские вести» оказался в одночасье уволен. А единственный оставшийся, кроме главного редактора журналист, с марта месяца также останется без работы. Подробнее о скандале районного масштаба в сюжете наших корреспондентов. Газете «Арцисские вести» уже 70 лет, и на ней успели вырасти многие поколения жителей этого района Одесской области. Достаточно сказать, что несмотря на сегодняшние тяжелые времена, тираж этого издания составляет более трех тысяч экземпляров. Последние годы газетой занимались всего несколько человек. Большего числа сотрудников «Арцисские вести» не могли себе позволить. Но и при этом газета продолжала оставаться лидером читательских симпатий. Однако все изменилось после подписания президента закона об разгосударствлении СМИ. Как рассказывает заместитель главного редактора издания «Надежда Сердюк», предполагалось, что этот закон даст толчок к переформатированию самой системы подачи информации прессы, в том числе на местах. Появилась возможность вывести из состава соучредителей районный совет. А значит, на странице газеты можно было бы видеть не только хвалебные материалы, поющие оды местной власти. Это дало бы возможность изданию стать более самостоятельным, а журналистам публиковать материалы, отвечающие реалиям времени. Коллектив районной газеты по инициативе редактора решил провести общее собрание, на котором в том числе должен был быть рассмотрен вопрос о наделении полномочиями на ведение переговоров и подписание соглашения от имени трудового коллектива газеты «Арцизские вести» с учредителем, Арцизским районным советом. И вот здесь началось самое интересное. Большинством голосов коллектива такими полномочиями была наделена Надежда Сердюк. Но, кажется, это вызвало недовольство не только оставшийся не удел главного редактора, но и у местного руководства района, терявшего власть над СМИ. Уже на следующий день после собрания в редакцию газеты прибыли высокие гости, попытавшиеся надавить на коллектив газеты. В редакцию газеты «Арцизские вести» пришли председатель Арцизской госадминистрации Сергей Афанасьевич Парбуланский и председатель Арцизского районного совета Юрий Христофорович Карабаджак. Чиновники расположились в кабинете у главного редактора. Через короткое время на беседу с руководством была приглашена главный бухгалтер. Разговор с ней был на повышенных тонах. Голоса гостей были слышны далеко за пределами дверей кабинета редактора. Женщину стали обвинять в том, что она неправильно проголосовала. Чиновники возмущались, что коллектив решил доверить право представлять их интересы не редактору, а рядовому члену коллектива. Почему не доверили исключительно редактору, полностью подконтрольное местным князькам, право представлять интересы коллектива? Затем бухгалтера стали обвинять в том, что ей заплатили за такое голосование. Она будет уволена. Редактор при этом молчала и спокойно наблюдала за происходящим. Впрочем, на этом давление не ограничилось. Спустя некоторое время уже саму Надежду Сердюк обвинили в том, что она якобы попыталась взломать кабинет бухгалтера. Предлогом стал застрявший в замочной скважине ключ. Приехавшие на вызов сотрудники полиции не нашли никакого состава преступления. Тогда Надежду Сердюк была просто уволена. Официально по причине сокращения штата. Сама Надежда считает, что районное руководство таким образом просто пытается набрать новый коллектив, как говорится, из своих. Получается, что единоличным хозяином газеты, владельцам остается один человек. И по-прежнему спонсору будут глава районного совета и председателя совета. Вот такая циничная комбинация по узурпации газеты, над которой в свое время работали многие поколения журналистов и наш небольшой коллектив, от которого теперь просто избавились. Поддержать издание приехали жители Арцистского района. По их мнению, надо сделать все, чтобы дать возможность развиваться газете по демократическому пути, дать изданию больше свободы, без которой о свободе слова и речи быть не может. Думаю, что районка должна быть более объективной, поднимать наболевшие вопросы района, рассказывать об интересных людях нашего края, о деятельности общественных организаций и так далее. А мы, в свою очередь, как предприниматели и жители города, мы бы помогли в сборе информации, если это надо было бы. И финансово. Да, и финансово. У нас есть люди, которые хотели бы помочь газете, потому что у нас неплохая газета, я скажу так, в общем. Ну, надеемся, что нас услышали. Но более всего люди рассчитывают на поддержку народных избранников. Депутат Верховной Рады от нашего же округа – это Кисе Антон Иванович. Потому что… Мы надеемся, мы верим в это, я не знаю, потому что мы не считаем, что мы делали что-то противозаконное. Сотрудники газеты уже подготовили письменное обращение на имя народного депутата Украины Антона Кисе, депутатам местных советов, а также на имя президента Украины Петра Порошенко. В Одессе от штамма гриппа H1N1 умерло уже 19 человек. Несколько раз ситуация в городе приближалась к эпидемиологическому порогу, но все обходилось. Сейчас ситуация стабилизировалась, но о тенденции на спад речи пока не идет. Какие меры сейчас предпринимаются, чего ждать, как бороться с вирусами – в нашем сюжете. На борьбу с болезнью город уже выделил 2 миллиона гривен. На эти средства были закуплены различные препараты и оборудование. Но деньги уже потрачены. Сейчас запасов лекарств в городских медучреждениях хватит на месяц. Купить что-то новое не выйдет. И со средствами проблема, и с законодательством. Если закупать нужно больше, чем на 200 тысяч гривен, необходимо объявлять тендер. Объявили, но не тендер. Попросили помочь фармацевтические компании. Сегодня мы передаем в виде благотворительной помощи партию лекарственных препаратов. Именно это современные инфузионные растворы, то есть порядка двух тысяч флаконов, и респираторные антибактериальные препараты, около трех тысяч флаконов. Общая стоимость данной благотворительной помощи составляет 170 тысяч гривен. Представители департамента здравоохранения также ответили на вопрос журналистов об эффективности масок. Для здоровых людей пользы от этого приспособления немного. Однако запас масок в доме все-таки стоит иметь на случай болезни. Как только у вас появляются первые симптомы кашля, насморка, вы должны эту маску одеть уже дома в семье. И ни в коем случае не приходить в поликлинику без маски. Иначе у нас не хватит медицинских работников. Они заболеют, вы их инфицируете. Еще раз повторяю, как только вы почувствовали, что вы заболели, маски должны быть уже дома. И вы их периодично меняете и приходите в наше медицинское учреждение уже в маске. Врачи призывают при малейших симптомах обращаться к ним за помощью. Особенно людям в зоне риска. Беременным, людям с излишним весом, диабетикам, пациентам с кардиологической патологией, получающим медикаменты с содержанием аспирина. И главное, нельзя налегать на иммуностимулирующие препараты, вестись на рекламу. Такова особенность нынешнего вируса. В этом году она характеризуется тромбозами, наоборот. И все это, это бурная реакция иммунной системы, по большому счету, у здорового человека. И не нужно ее подхлестывать какими-либо иммуностимуляторами. Не нужно дразнить гусей. Человеческий организм, иммунная система настолько тонкий механизм, что мы, вот, медведь в посудной лавке. Если мы будем вслепую как-то стимулировать иммунитет. Какова будет ситуация с гриппом в феврале, однозначно сказать пока нельзя. И есть надежда, что все-таки пойдет на спад. Дальнейшие планы действий штаба по противодействию гриппу будут известны после очередного заседания в пятницу. Тогда же будет решен вопрос и о продлении карантина в учебных учреждениях. По-прежнему неблагоприятной остается ситуация в сфере финансовых расчетов горожан с филиалом «Инфоксводоканал». Долг населения за потребленную воду уже превысил 140 миллионов гривен и продолжает увеличиваться. Почему оплатить счета за потребленную воду нужно незамедлительно и кому уже в феврале не нужно будет платить за поверку водомеров, наши корреспонденты выясняли у специалистов «Инфоксводоканала». 1 февраля вступит в силу постановление Национальной комиссии в сфере регулирования коммунальных услуг, согласно которому жители многоквартирных домов, находящиеся на прямых расчетах с «Инфоксводоканалом», получат новый тариф. В его состав будут включены расходы на поверку, ремонт и транспортировку водомеров. 26 ноября 2015 года Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики коммунальных услуг, установила тарифы на услуги по поставке холодной воды и водоотведению для потребителей, которые проживают в многоквартирных домах и находятся на прямых расчетах с водоканалом. 29 января данная постанова готовится к публикации и с февраля 2016 года потребители будут оплачивать услуги по поставке холодной воды и водоотведения по тарифу 11 гривен 48 копеек с НДС. В состав тарифа 11,48 включены затраты на поверку квартирных приборов учета воды. Для остальных абонентов тариф не изменится и поверять приборы учета не будут за свой счет. Чтобы не переплатить за потребленные до вступления нового тарифа кубы, филиал Инфоксводоканал рекомендует Одесситам до конца января произвести оплату всех текущих начислений, указав при этом последние показания водомеров. Вместе с квитанцией банк передает их водоканалу для учета. Для того, чтобы правильно и корректно рассчитаться за услуги, потребленные в январе 2016 года, мы просим и рекомендуем нашим абонентам произвести прежде всего оплату в банковских учреждениях через терминалы, через интернет. Опять же, через интернет и сайт Инфоксводоканал можно это сделать без комиссии. Заплатив заводу до конца января, потребители не только выполнят свои обязательства перед Инфоксводоканалом, но и смогут сэкономить семейный бюджет. В феврале месяце эта сумма, как вы понимаете, уже изменится до 11 гривен 48 копеек. Поэтому еще раз просим, для корректности, для того, чтобы вам были выставлены правильные и корректные счета в феврале месяце, просим сделать эти оплаты. Несмотря на 140-миллионную задолженность, пока предприятие продолжает бесперебойно подавать воду абонентам. Сложившаяся ситуация вынуждает Инфоксводоканал ужесточить работу с неплательщиками. Каждому должнику будут применены различного рода меры – от ареста имущества и до ограничения услуг. Водоканал создал дополнительные бригады крот, которые работают даже в непогоду и ежедневно отключают десятки квартир во всех районах города. По одному из обоноделов могут отключить несколько десятков абонентов. Просим еще раз обратить на это внимание и не допускать накопления задолженности, чтобы потом получить ограничения по услугам водоотведения. Вовремя не оплачивая услуги водопользования, подчеркивают специалисты предприятия, недобросовестные платильщики ставят под угрозу водоснабжение всего города. 26 января сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области совместно с представителями Территориального центра социального обслуживания населения Суворовского района Одессы провели профилактический рейд в жилом секторе города. Отопительный сезон не всегда проходит безопасно. Спасатели прилагают максимум усилий, чтобы предотвратить беду и разъяснить населению о возможных опасностях от пренебрежения правилами пожарной безопасности при использовании электрообогревательных приборов. Сейчас минусовая температура, люди не всегда обогреваются безопасными устройствами, и количество пожаров только возросло. Участники рейда навестили семьи одиноких пожилых людей, ведь эти члены социума являются наиболее уязвимыми от многочисленных опасностей. По словам пенсионеров, такие меры полезны, поскольку напоминают им, что необходимо быть максимально внимательными при использовании электроприборов и газовых комфорок. Обращаемся ко всем гражданам города Одессы. Пожалуйста, не оставляйте без присмотра электрические бытовые приборы. Не пользуйтесь поврежденными розетками, выключателями, удлинителями, а также обогревательными электрическими приборами. Уходя из дома, не забывайте выключать газовые бытовые приборы. Профилактические мероприятия спасатели проводят на территории всей Одесской области. Сотрудники ГСЧС надеются, что большинство из граждан будут пытаться соблюдать правила пожарной безопасности, с уважением относиться к собственной жизни и жизням других, и, следовательно, количество пожаров и потери от них, соответственно, снизится. Государственный гимн Украины прозвучал на самой высокой вершине страны. Карпатской горе Гаверли спели его спортсмены из альпинистского клуба «Абалаковец» Дворца детей и юношества города Сумы. В клубе «Абалаковец» есть традиция – каждый год в январе совершать восхождение на Гаверлу. Так альпинисты символически устанавливают высокую планку будущих достижений наступившего года. На этот раз восхождение едва не сорвалось. 10 января, когда группа прибыла на место и готовилась к подъему, погода испортилась. Штормовой ветер пригнал тучи, прошел ливень, сменившийся туманом. Потом похолодала и началась метель. И все же 13 января восхождение состоялось. На вершине альпинисты спели гимн. Это все новости на сегодня. Далее информация синоптиков о погоде. Я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Вам хороших новостей, берегите себя и своих близких. Всего вам доброго и до следующей встречи в эфире. Увидимся. По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей 28 января в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью утром туман, гололедица. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 3 мороза до 2 тепла. Днем 4-9 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин